Каскадеры, каскадеры, ростовский сфинкс и собака-выручака. Все это в ближайшие минуты в программе «Посмотрено в сети». Здравствуйте, меня зовут Геннадий Гордеев, и я подобрал для вас сегодня самое обсуждаемое из интернета. Не повторять, выполнено каскадерами. Смотрим видео и внимательно слушаем. Описание поста гласит, где-то под Ростовом каскадеры столкнули в воздухе отечественные машины. Получился знатный бабах. Если что, все остались живы. Ух, что творят, а вот машину, честно говоря, жалко. Мне, а комендаторам не до жалости. С жиру бесятся, кому-то жрать нечего, эти машины бьют, написал Костя. Тимур вообще на машины даже не смотрел. То чувство, когда дорога посреди поля лучше, чем в центре города, подчеркнул он. Артем, как знаток кино, высказался. Это напомнило одну сцену, где Доминик и Шоу вырезаются друг в друга. Русская версия Форсажа. Но меня, честно говоря, повеселила фраза Афанасия. Ничего страшного, ростовские умельцы сделают обе, будут не биты, не крашены. Еще осторожнее теперь буду покупать автомобиль. Ну, если что, ну, мало ли. Сейчас немного по лайту. Он просто кот и просто заголовок. Ростовский сфинкс. Причем здесь Египет, я не совсем понял, но назвали так назвали. Не мне судить, мне читать комментарии. Больше похож на кота-бегемота, где-то рядом Воланд. Решил Андрей и добавил, никому голову трамваем еще там не отрезал. Ну, кто не понял, мастер и Маргарита вам в помощь. Виктория решила, что это смотрящий, а Юрий все сразу объяснил. Это мой кот, у него там точка, каждый день по сотке домой приносят. Продаю недорого. Ух уж эти добытчики. Дальше еще про одного расскажу. Фото от подписчицы паблика ВКонтакте. Пока я задумчиво стояла и залипала в телефоне, мой пес принес мне 200 рублей. Умный собакен вертится в кризис как может. Ну, во-первых, у меня вопрос, где взять такого пса. Во-вторых, у меня все, у меня всего один вопрос. Но не у комментаторов, конечно. Вот у Елены у нее обычная, стандартная, неприбыльная живность. Она написала, пока я залипала в телефоне, моя кошка укусила меня за ногу и свалила спать. Теперь верчусь я. Вероника сарказничает, как мне показалось. Так аккуратненько принес, не смял, не прокусил, как будто двумя пальчиками нес. Вот как будто не верит Вероника, что это не постанова. А Тимур читает между строк. Это намек тебе от собакена. Отлип мне от телефона и купи мне поесть. Ладно, согласен. Немного похоже на выдумку. Пока я тут залипал на камеру, вот мой пес принес мне новости с сети. На этом на сегодня все. Возвращаюсь в сеть. Что подсмотрю, обязательно с вами поделюсь. И вы делитесь о самом интересном. Пишите нам в директ и в инстаграм. Прощаюсь аж до вторника. Хороших всем праздничных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова